приветствую вас дорогие друзья благодарю вас за то что вы снова на моем канале давайте посмотрим каким же будет май месяц для весов и как он проиграется в различных сферах вашей жизни в мои месяца общие энергии месяца работа финансы личные отношения кто или что поможет вам достижение ваших целей ваше внутреннее эмоциональное состояние внешние факторы это политическая экономическая ситуация стране а также влияние родных и близких людей на вас и совет от карт вы в мои месяца прекрасный аркан сила он говорит о том что будете чувствовать себя прекрасно бодрый дух здоровое тело кто-то решит заняться именно какими-то спортивными упражнениями привести себя в порядок в тонус кто-то решит сесть на диету сбросить лишние килограммы опять же для тех кто хотел старался здесь может проиграться беременность потому что луна это карта еще и беременности единственное что для всех проигрывается тот момент что придется посмотреть своим страхом внутренним страхом в глаза для того чтобы преодолеть их и быть на высоте чтобы держать свои позиции вот этот момент здесь тоже есть хорошо давайте смотреть внешние энергии месяца прекрасная карта но весов капс классическая колодия это карта соответствует рыцарю кубков то есть карта говорит о том что до могут быть интересные встречи интересные беседы для кого-то проиграется выбор транспортного средства для кого-то вопросы поездки переезда опять же очень много общения общение может быть с любимым человеком здесь такие вот тела в любом случае энергия любви энергия заботы энергия заботы о других людях единственное что старайтесь здесь не переусердствовать чтобы заботиться не только о других но и о себе тоже в любом случае карта очень позитивная очень мягкая очень нежная очень эмоциональная но в позитивном смысле этого слова прекрасно хорошо давайте смотреть что у вас по работе ld of pentacles данная карта соответствует королю пентакли в классической колоде то есть это карта стабильности карта финансового благополучия роста доходов хорошо давайте смотреть как это проиграется если вы не работаете ищите работу будет ли трудоустройство на и вы знаете да по четверке чаш будет вам предложение о работе единственное что это может быть не совсем то работу которую вы хотите либо не совсем та позиция которую вы рассматриваете то есть что-то другое не то на что вы подаетесь либо на каких-то других условиях потому что вот видите вы сфокусировались на чем-то одном а предложение может быть совершенно другого характера но опять же она будет поэтому здесь нужно держать ухо востров чтобы не пропустить эту возможность ладушки а если вы работаете то есть вы работаете по найму что у вас в плане работы тройка жезлов карта работы здесь все стабильно могут быть кстати планы на будущее на новые какие-то проекты новые начинания то есть что то что вы делали раньше уже может проиграться на этом этапе а что-то еще требует дополнительных усилий по данной карте проигрывается планирование детальное планирование и опять вкладываться в эти новые идеи придется по полной программе то есть и время и опыт и знание возможно консультации с кем-то для того чтобы то что вы сейчас закладываете проигралась вам плюс будущем но опять же карта достаточно стабильная очень позитивная ладушки если у вас свой собственный бизнес что у вас пятерка чаш карта разочарования она говорит о том что в плане бизнеса были какие-то моменты которые вас расстроили ты что-то пошло не по тому сценарию как вы хотели что-то не проигралась так как вы этого ожидали единственное что здесь нужно обратить внимание на то что есть другие возможности не стоит фокусироваться на потерях потому что по данной карте до могли быть потери они могли быть и финансовые потери могли быть и потери времени то есть вкладывались какую-то идею она не проигралась поэтому посмотрите здесь есть и помощь и поддержка особенно от партнера если вы в партнерстве именно в бизнесе потому что можно попробовать другие варианты тоже здесь есть проигрывается по этой карте в любом случае здесь нужно повернуть свой фокус более позитивное русло ладушки давайте смотрите что здесь в плане финансов семерка чаш карта не финансовая она говорит о том что да есть различные возможности чтобы заработать денежки но они еще не проигрываться на этом этапе так как хотелось бы давайте еще уточню эту карту потому что никаких кардинальных перемен в плане финансов по данной карте здесь я не вижу единственное что может проиграться в плюс это если когда-то кому-то чтобы помогали что-то делали хорошее то кармически это вернется класс до в качестве какой-то единоразовой помощи либо в качестве какого-то подарка какой-то дотаций какой-то помощи вот этот момент здесь есть для семей тыс может проиграться как помощь семьи помощи родственника вот этот момент тоже здесь есть Опять же, для кого-то проиграется, что вы на семью тратитесь, а для кого-то проиграется, что семья именно будет помогать вам финансово в каких-то моментах. Но опять же, все карты практически здесь не финансового плана, кроме колеса фортуны, который говорит о том, что да, может удача вам улыбнуться, кто-то может выиграть лотерейный билет, кто-то может получить подарок, кому-то может прийти какая-то помощь. Вот так вот. Ладушки, давайте смотреть личные отношения. Туз Пентакли. Прекрасная карта, карта новых возможностей. Она говорит еще о том, что в плане отношений вы оцениваете не только свое эмоциональное состояние, и только эмоциональное состояние своего партнера, если он у вас есть, но еще и финансовый аспект. По данной карте для вас важно, чтобы в отношениях было уютно, комфортно и материально обеспечено. Кстати, тоже есть этот момент. Хорошо, давайте смотреть так. Если вы хотите с кем-то познакомиться, здесь не важен ваш статус. Есть запрос на знакомство. Будет ли знаковое знакомство в мае месяце? Это Жезлов. Вы знаете, да, здесь может быть знаковое знакомство для тех, кто отправится в путешествие, будет куда-то переезжать, возможно, поедет на отдых. Здесь идет смена обстановки, может быть знакомство по данным картам, именно в плане того, что если вот вы поехали куда-нибудь отдыхать, поехали в какой-нибудь санаторий, в какой-нибудь ретрит, здесь может быть знакомство. Будет ли оно знаковое? Вы знаете, по луне нет, потому что для того, чтобы у вас было знаковое знакомство, вам нужно еще всклинуть в глаза своим страхом. Это внутренние страхи, это не внешние страхи. Возможно, кто-то из вас опасается отношений, боится вступать в новые отношения в силу какого-то предыдущего опыта. Вот этот момент здесь есть. Кто-то может просто опасаться того, что в отношениях партнер будет им манипулировать. Ладушки, давайте смотреть дальше. Если вы в стабильных отношениях, что у вас? Пятерка кубков. Данная карта говорит о том, что в плане отношений тоже есть какие-то разочарования, какое-то недовольство либо собой в этих отношениях, либо партнерам в этих отношениях. И, соответственно, фокусируетесь больше на том, что не работает, чем на том, что можно сделать для того, чтобы исправить эти отношения. Нет желания исправлять эти отношения, нет желания трудиться над этими отношениями, вкладываться в эти отношения. Вот идет ситуация разочарования, к сожалению. Уж извините, мальчики, девочки, но как карты выпали. Ладушки. А для тех, у кого нестабильные отношения, то ссоритесь, то миритесь, то сходитесь, то расходитесь. Что у вас? А у вас все прекрасно, кстати. Здесь, если вы были не в браке, то может проиграться предложение руки и сердца, потому что приходит осознание того, что это именно тот человек, тот партнер, с которым вы хотите быть. Карта исполнения желания, карта вас и вашего человека, завершающий этап, определение нового статуса, и шестерка жезлов, это карта победы, карта получения желаемого, и, в общем-то, карта еще и свадьбы. Вот видите, здесь даже вот ритуал, как бы идет такое бракосочетание языческое. Поэтому прекрасно здесь. Ладушки, давайте посмотрим, кто или что поможет вам в достижении ваших целей. Выпадает Novius of Pentacles. Она говорит о том, что важный в решении ваших вопросов может быть женщина земной стихии, это кто-то, который родился под знаком Козерога, Тельца, либо Девы. И этот человек может вам помочь в достижении ваших целей, какими бы ваши цели ни были. Как общая энергия, данная карта говорит о том, что в достижении ваших целей поможет вам именно финансовое благополучие, то есть какие-то ресурсы, какие-то финансы. Вот так вот. Хорошо, давайте смотреть ваше внутреннее эмоциональное состояние и Neishiet of Cups. Данная карта соответствует Королеве Кубков. И она говорит о том, что для мужчин это может проиграться как любовь к женщине водной стихии. То есть это женщина, которая родилась под знаком рыбы, скорпиона, либо рак. И, соответственно, ваше эмоциональное состояние будет посвящено полностью этой женщине. Для кого-то это может проиграться как ваше внутреннее эмоциональное состояние без привязки какой-то личности. Оно говорит о том, что будет ощущение того, что вы хотите заботиться об окружающих, хотите творить добро, хотите делать что-то позитивное, креативное. Для кого-то может раскрыться здесь талант именно в плане искусства. Кто-то может начать рисовать, кто-то может заняться лепкой, кто-то может заняться любым видом творчества. Здесь может быть и пение, и танцы, что угодно. И именно вот эти позитивные энергии, они и будут преобладать в вас в течение всего месяца. Хорошо, давайте посмотрим на внешние обстоятельства. Старший аркан императрица, он говорит о том, что на вашу жизнь очень сильно может влиять мама, например. Второй момент здесь может влиять супруга, если вы женаты. Для тех, для кого вопросы отношения здесь не актуальны, здесь влияние, здесь влияние будут в плане бизнеса. Вот видите, король Пентакли и императрица, это желание роста, профессионального роста, финансового достатка и благополучия. именно вот уюта, комфорта, ресурсности. Вот эти моменты будут у вас больше проигрываться. И давайте посмотрим вам совет. Шестерка чаш. Прекрасный совет. Данная карта говорит о том, что для того, чтобы добиться самых лучших результатов, нужно пользоваться накопленным опытом из прошлого и применять его на ежедневной основе. То есть в прошлом были какие-то уроки, которые вы выучили. И именно эти уроки могут помочь вам быть более удачным, удачливым либо удачливой в мае месяце. Еще карта советует уделить внимание деткам, если у вас есть детки. Уделить внимание семье, родным, близким. Опять же здесь и мамы, и тети, и дяди, бабушки, дедушки. То есть важным именно общение с родом здесь идет. Прекрасная карта. Давайте посмотрим на карты в целом. И старшие арканы у нас выпали только в двух позициях. Это вы и внешняя энергия. Поэтому подчеркну еще раз, для кого-то может быть важна беременность, потому что по данным картам проигрывается беременность. Особенно для женщин, которые хотели, ждали и старались, и работали в этом вопросе. для остальных здесь больше идет как дом, уют, семья, быт, финансовое благополучие. То есть внешние энергии, энергии семьи, рода будут иметь очень важное значение для вас в мае месяце. Ну что же весы? Пишите мне, пожалуйста, как проигрывается либо не проигрывается для вас этот расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания. До новых встреч.